Девушки отдыхают Приветствую вас, дорогие братья и сестры, дорогие телезрители, всякие, кто смотрит нашу программу, на днях мы вас приветствуем. Мы говорим о тех важнейших, главных событиях, которые происходят в нашей российской жизни, не только российской. На днях я имел честь прочитать один таблоид российский, очень известную газету, которая выходит во всех российских субъектах Федерации. И статья на меня весьма-весьма шокировала, потому что речь шла о двух пьяных милиционерах, которые ехали на машине с мигалками, полицейской машине, или полицейских. Но как-то полицейских у меня не поворачивается их назвать язык, милиционеры они. Они пару пьяных, которые выпили по литру пива в обеденный перерыв, потому что их начальник позже скажет, что до обеда-то они были трезвые. А вот что было между двумя и тремя по московскому времени, видимо, что-то было. Вот эти вот двое пьяных, помятых, между прочим, при исполнении с оружием, с автоматами, эти двое пьяных, один сержант, один прапорщик, одному 22, другому 26. На одном из бульваров Москвы, видимо, лихие, помятые, пьяные, они увидели мальчика, подростка, который ехал на велосипеде, они решили его догнать и сбить. На глазах у десятков людей и водителей других автомобилей. Они догнали, сбили, мальчик упал с велосипеда, подросток, школьник, мальчик. И они поехали дальше, пока они врезались в автомобиль, который шел впереди них, разбили свою машину, естественно, машину, за рулем была дама. В конце концов, в общем-то, вызвали ДПС, ну, в общем-то, повязали их. На самом деле, я на днях посмотрел другую программу, на одном из центральных московских каналов, где в титрах было вот такое название «Дети греха», обсуждалась российская молодежь, подростки. Там были какие-то сюжеты, как 15-летняя школьница где-то там в каком-то клубе ночном. После школы то ли восьмиклассницы, им лет по 14, по 15. Изображали стриптизерш, это все снималось на мобильнике. И вот священнослужители, которые были там, на этом эфире, они говорили, что вот это дети греха. Я могу с убежденностью на 100% сказать, что вот эти полицейские дети греха. И многие школьники, о которых сегодня служители церкви говорят, что они дети греха, на самом деле они вырастают в полицейских, они вырастают в бизнесменов, они вырастают в инженеров, они вырастают в политиков, в кого угодно они вырастают. Вы знаете, когда мы говорим в программе, что это дети греха, наверное, нечего пенять-то на зеркало. Ведь нужно посмотреть на себя, а мы-то кто? Кто мы сегодня, христиане? Какой образ жизни мы ведем? Вы знаете, один из моих коллег по общественной палате, отец Севал Чаплин, на этой программе, говоря об этих детях греха и подобных ситуациях, которых там было во множестве показано в эфире, он сказал, мы, церковь, мы, государство, должны принуждать вот этих людей, наше общество, вот такое общество больное, к праведности. Или, вернее, он сказал, к нравственности, принуждение к нравственности. Вы знаете, я поначалу немножко как-то мне стало больно чуть-чуть, я как-то стал не по себе, мы свободные люди, свободная страна, о каком принуждении вообще может идти речь? И я где-то вот так в сердцах внутри сказал про себя, отец Севал Чаплин, опять ты, то дресс-коды, то еще что-то, то теперь к нравственности принуждать. Вы знаете, я сам попал на днях в эфир Первого канала, на программу «Пусть говорят» к Андрею Малахову, и когда я побыл, этой программе еще не было в эфире, я посмотрел на вот этих вот одурманенных нашим телевидением, я посмотрел на этих падших, низко падших девчонок, ребят, которые пьянствуют, рожают детей, потом вдвоем два любовника убивают этого ребенка, пусть не на глазах матери, но убивают этого трехлетнего ребенка, мать которого родила в 16 лет, и она сидит полуобезумевшей глазами, говорит, ее спрашивают, кто отец-то ребенка, она не знает. Когда я посмотрел на все это, на бабушек, на матерей, на отцов, на это умершее отцовство, я подумал в какой-то момент, а может правда, есть смысл принудить определенную часть нашего общества к нравственности, но я подумал, а как? Я вспомнил слова Христа, только любовью. Я уверен, что никакие принуждения, вот чтобы изменить все это, этих пьяных, этих помятых, это с автоматами милиционеров, полицейских, вот этих матерей, вот этих отцов, которые пьянствуют, которые убивают своих детей, можно только любовью. Церковь должна проснуться, церковь должна встать, начать с себя. Церковь имеет право и власть от Господа, Духом Святым, проповедью Евангелия измените это общество. Я думаю, мы пришли к крайней точке. Если не мы, то кто? С вами была программа «На днях», ее постоянно ведущий Сергей Риховский. Храните себя от идолов. Продолжение следует...